здравствуйте уважаемые зрители подписчики решил снять это видео потому что проблема общая и она часто всплывает во обсуждениях фермеров сейчас идет время выдачи грантов и многие животноводы прежде всего задумываются о том как при помощи грантов обновить технику как развить производство и при этом ну как бы сделать шаг вперед своего хозяйства дело хорошее и план правильный в общем-то но опять-таки как я всегда говорю нужные подсчеты как правило есть такой момент когда вот люди находятся в каком-то тяжелом состоянии ну каком тяжелом хозяйство например находится на где-то на отшибе нужны дороги с электричеством плохо надо далеко вести электричество есть проблемы со сбытом молока то есть например есть там 10 коров с них молоко продается и продается там по высокой цене что не продается то перерабатывается и кое-как продается переработка вот но областной центр далеко нет каких-то возможностей для такого быстрого простого дорогого сбыта сырого молока и поэтому люди в этот момент для того чтобы решить свои задачи для себя решают что им нужно взять грант на мясное направление животноводства и развивать эту тему как бы вот ну как бы идея правильная идея как бы вроде бы лежит на поверхности и тут много думать не надо вам дают например там 5 миллионов вы их тратите на покупку там одного трактора и какого-то еще орудия покупаете остальные на остальные деньги нетелей и это уже вроде бы хорошо нетелей мясной породы гирефордов или ангусов как правило вот но опять таки даже при таком варианте вы должны все равно считать и думать я вам честно скажу что если бы у меня были свои деньги и мне вот купить гирефорд какое-то мясное направление купить какую-то породу мясную для того чтобы начать этот мясной бизнес я бы никогда не потратил свои деньги на это я вам говорю скажу почему потому что это неэффективно неэффективно неграмотно потраченные деньги вот а вот те кто хочет потратить грантовские деньги считают что они вот потратят государственные деньги это хороший хороший момент как бы ну то есть грубо говоря неэффективно потратить государственные деньги можно они эффективно потратить личные деньги это как бы нехорошо да мне просто звонили люди и они смотрели все мои видео где рассказывал сравнительные характеристики мясного и молочного животноводства все 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 понимает но вот именно вот такой момент что имеются те трудности про которые я только что сказал с молочным животноводством ну плюс у них например там нет танка охладителя нет возможности возить молоко нет перевозки молока нет своего цеха по переработке этого молока и так далее ну короче понятные проблемы в общем-то которые ну не никуда их не денешь и они есть но и тут же они хотят на грантовские деньги развить мясное направление хоть грантовские деньги хоть не грантовские деньги экономика все равно останется та же самое единственное что при грантовских деньгах вы не будете очень долго окупать первичные вложения а так экономика остается всегда одинаковый то есть если вы занимаетесь мясным скотом и покупаете нетелей мясного направления я не знаю почему они сейчас продаются но я думаю самое меньше они продаются по сто пятьдесят тысяч рублей за голову не теле вот то только процесс окупания стоимости это не теле телятами займет у вас у самой меньше четыре года самое меньше это с учетом того что у вас будут оставаться телки которых вы будете оставлять на развод и так далее надо понимать что если вы начали мясное направление животноводства и у вас в плане в бизнес плане покупка там например 30 нетелей надо понимать что к концу гранта пятилетнего срока у вас должно этих коров быть всего не меньше ста вот вы должны понимать что у вас должно быть возможности для того чтобы заготовить кармана это количество поголовья есть такой момент молочное животноводство при нормальной реализации молока всегда дает вам копейку каждый день и вы даже если нет кормов вы можете за эту копейку купить корма мясное животноводство совсем другой вариант у вас выход по результату этой деятельности мясной будет не скоро у вас игра в долгую вы будете получать деньги с бычков которые там у вас появятся появятся через четыре месяца после того как вы купили нетелей потом они будут расти на подсосе 8 месяцев потом они еще будут на откорме допустим еще месяцев 6 самое меньше и вот тогда у вас получился бычок который вы можете продать и все это время вы должны это стадо кормить не имея ни копейки прихода других денег вот вот что вы держите в голове будут у вас корма сможете вы их заготовить грубая корма я прежде всего говорю зерно можно купить его легко перевести легко купить а вопрос с грубыми кормами вот вот в чем вопрос у вас должно быть это количество и вы должны на это рассчитывать и думайте про это это первый момент я сказал кормление и долгие долгая отдача результата от мясного животноводства следующий момент реализация конечно вы можете пойти по пути вот этих всех племенных хозяйств которые реализуют и которые вообще паразитируют только на грантовских деньгах и которые только и же выживают ради из-за того что продают скот свой в основном ищут ну извините меня дураков которые покупают мясной скот и вот эти хозяйства которые держат герифордов и ангусов выживают только благодаря этому потому что есть куча людей которые даже посмотрев наши видео все равно бросаются мясное животноводство и думают что они там заработают что-то и все у них будет хорошо в результате они сталкиваются с одним главным моментом вопросом реализации скота то есть дорого продать и оправдать свои вложения можно только если ты продаешь скот живым весом дорого этих же нетелей ты продаешь или отъемных бычков восьмимесячных продаешь дорого ну извините меня еще раз дуракам и сам тихонько радуешься вот как я нашел дураков продал скот и вернул себе деньги или ты очень дорого реализуешь мясо вот представьте себе вы выращиваете специализированную мясную породу а мясо стоит также как например от какой-то коровы которая молочной коровы которая доилась там например 6 или 7 лет а потом ее зарезали на мясо и это мясо у вас конкурирует ваше мясо конкурирует с мясом этой коровы вот и вы не сможете продать дорого к вам приедет перекупщик который предложит вам купить ваших бычков там живым весом по 140 рублей ну или по ну ну допустим пусть по 160 рублей живым весом или уже мясом например по 380 рублей ну пусть даже по 420 рублей мясом да вот но если вы посчитаете ваши расходы даже с учетом того что вы купили нетелей за государственные деньги вроде бы своих потратили немного то все равно они будут очень низкими эти доходы есть места где люди довольствуются этими низкими доходами я сейчас меня заклюют просто в комментариях да вы просто не знаете как заниматься мясным скотом и так далее и так далее есть места где огромное пастбище и трава растет сама и хорошее увлажнение есть места где у людей вообще нет никакого дохода и они довольствуются доходом от мясного скота который небольшой ну там не знаю десятью пятнадцатью тысячами с одного бычка за весь сезон за весь период его от корма например довольствуются и говорят когда получают выручку на пресс-продаже там 100 бычков получаю там чистой прибыли 2 миллиона они говорят в о мы заработали вот на самом деле это это гроши в общем-то сравнительно с другими способами работы с мясным скот с крупно рогатым скотом вот и никогда мясной мясная корова которая принесет вам только одного бычка и вы продадите мясо с этого бычка никогда не будет равняться с той же молочной коровой которая принесла вам бычка и еще при хороших ценах на молоко самое меньшее 300 тысяч рублей за год принесла молоком вот и и даже и мне сейчас многие скажут а молоко стоит дешево у нас тут принимают молоко по 26 рублей например я вам скажу вот положа руку на сердце что даже 26 рублей за молоко с учетом наличия еще телочки или бычка который вы получаете от коровы это очень хорошо вы посчитаете 26 рублей вы получили денег да там себестоимость молока может быть 17 рублей ну смотря как вы все организовали ну допустим 26 рублей если вас корова дает в день 20 литров то 26 рублей принесут вам сколько ну там около 500 рублей 600 рублей даже грязными так вот и и вот с этого вы счете 300 рублей допустим на кормежку и 300 рублей у вас осталось с этой коровы в день в день значит 300 дней лактации вам даст 300 умножить даже даже при таком варианте вы получаете 90 тысяч рублей ну я 300 рублей умножаю на 300 дней получается 90 тысяч рублей вы получаете по молоку чистого дохода уже от этой коровы и еще плюс телочка бычок правильно то есть даже так вы все равно в хорошем плюсе в отличие от мясного скота который тоже может не отелиться который теленок может замерзнуть и так далее и в результате вы еще больше потерь у вас вас будет меньше потерь если у вас этого мясного скота будет ну ну тысяча там головну 500 голов и так далее когда вы к этому разовьетесь сколько вас будет терпения и денег чтобы прожить без доходов довольно длительное время вот вот этот вопрос думайте думайте считайте прежде всего когда начнете заниматься мясным скотоводством если вы это делаете фактически ради полумошеннических схем ну то есть ладно я куплю мясной скот куплю себе трактор пять лет кое-как перебьюсь а потом все плюну и до свидания то есть вы это делаете не с целью развития дальнейшего а вот так вот как бы по матросил да и бросил это другой вопрос это ваше дело вот но если это делать нормально то в принципе я вам говорю что молочное мясное стадо где-то 350 голов общего поголовья вполне может кормить одну семью даже при продаже мяса перекупом и до мяса или скота перекупом и при наличии конечно же опять тут я подчеркиваю большого количества пастбищ которые позволяют скот содержать на максимально дешево почему потому что если у вас эффективность от вашего вида деятельности низкая то нужно думать о том как повысить ее максимально повысить это может только дешевыми пастбищами если у вас стоиловый период долгий если у вас корма дорогие то это не не для вас как бы вообще потому что вы будете тратить очень много денег на дорогие покупные корма на скот который не дает такого эффективного выхлопа вот вам мое умозаключение на этот счет поэтому я не при этом я не 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 агитирую вас ни за молочное ни за мясное направление вам каждому человеку на своем месте виднее я говорю что есть регионы где и и небольшой доход является нормальным для выживания не для высокого уровня жизни а выживание есть регионы где молоко стоит дешево или даже не дешево а его просто невозможно продать но далеко вести там или нет дорог или нет электричества и так далее но какие-то вот такие проблемы есть вот то конечно может быть мясной скот это единственный может вам выход для того чтобы выживать может быть но я призываю вас все-таки считать все-таки считать думать и так далее если кто-то вам рассказывает о том что он продает там мясо говядину в областном центре по 1000 по 2000 рублей слушайте его мотайте но себе на ус но но не 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 берите это как за аксиому как за основу составления бизнес-плана нет считайте что вы продадите своих мясных бычков дешево продадите перекупом и вот будете довольствоваться этими деньгами вот исходите из такой позиции и тогда если вы сможете продать мясо по 2000 рублей вам вы только будете лучше себя чувствовать а в остальном рассчитывайте на худшее как бы и тогда а лучшее если получится дай бог как говорится хочешь сделать хорошо но получается как получается правильно поэтому тут и здесь тоже не загадывайте вот переходить в премиум категорию рассказывать продавать мясо как ну прям супер-пупер что-то можно тоже но тогда нужно понимать какое количество вы этого мяса продадите сможете ли вы добиться такого мяса и как сколько вложений вы в это сделали ну и последнее замечание я говорил что мясным скотом всегда хорошо заниматься и будет прибыльность очень высокая если у вас есть собственная переработка этого мяса и собственная продажа этого мяса тогда да тогда вы выходите немножко на другой уровень но при этом вложения в такого рода производства будут огромные я вам честно говорю они даже я бы сказал что они скорее всего будут равны или даже больше чем те вложения которые нужно чтобы содержать хорошо доить и продавать молоко вот они будут возможно даже будут больше вам нужен и бойня и хороший разделочный цех и перерабатывающий цех и люди для того чтобы работать на этом производстве вы представьте себе что если у вас например будет рождаться 120 140 150 телят каждый год вы должны их все продать то есть продать телят предыдущих отелов предыдущих периодов а что это такое разделите 150 360 дней на 150 вы поймете вам чуть ли не один раз в два дня нужно или продавать бычка или телочку или покуп или продавать мясо и вот представьте себе что у вас будет за жизнь как вот вы должны каждый каждые два дня бить быка каждые два дня бить быка не просто бить а потом еще разделать и продать вот вы будете это делать вы будете это сможете это потянуть вот это все тоже держите в голове и думайте это я говорю про 150 120 отелов это те отелы которые смогут обеспечить на мясном направлении животноводства выживание семьи вот и опять-таки еще раз подчеркиваю всех свои условия у всех свои здоровья у всех свои эмоциональные и всяческие возможности исходя из их характера у каждого свои денежные возможности природные возможности поэтому учитывайте это всегда ну порядок примерно такой на 300 голов вы должны иметь самое меньше гектаров 300 земли которых вы будете организовывать и пастбище и сенокосы если вас будет меньше то в засушливый год вы просто пролетите и будете покупать карман на неэффективный мясной скот я это прошел через себя когда у тебя там ты покупаешь на последние деньги 200 тысяч рублей отдаешь на сено покупаешь это сено а они его съедают за две-три недели ты думаешь а где я еще возьму 200 тысяч за такое время короткое вот вот это вот это такое дело которое и ты ничего не можешь сделать тебе надо обязательно их кормить иначе смысл покупки смысл содержания их теряется вообще и ты просто полном пролете вот поэтому вот вот эти мои слова все что я говорю держите в голове точно так же можно пролететь и с молочным скотом у всех свои условия своя реализация свои дороги свое электричество и так далее так далее все вот это считайте думайте прежде всего думайте и считайте вот мой вам призыв не спокушайтесь на казалось какую-то простоту понимаете вот потому что ну в результате на самом деле этого гранта вы закончите и бросите его с мясным скотом может так оказаться а в плюсе будет только тот кто продал вам этих нетелей за государственные дорогие деньги дорого вот и все вот вот и все и вам вы поймете что а мне надо становиться вот таким который мне продал нетелей вот тогда я буду выживать ну ну я не знаю при помощи нашего канала может быть именно дураков то будет поменьше я вот призываю вас это к тому видео которое снимал не покупайте племенной мясной скот вот вот так вот ну не не ругайте меня заводчики племенных мясных пород я говорю правду я ее пропустил через себя если вы имеете другое мнение снимайте видео расскажите людям правду если вы сможете всего всем доброго здоровья вам оптимизма радости каждого дня в настоящее время актуальны мир на земле поэтому подписывайтесь на наш канал смотрите нас телеграме на ютюбе рассказывать о нашем канале другим людям вы этим никому плохо не сделайте мы с этого не заработаем но другие люди которые помогут для себя какими-то моментами которые узнают на нашем канале нас поддержат тем что у них что-то получилось что-то сделалось лучше а это самое главное для нас всего доброго до свидания